Деньги вместо земли. Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров внёс инициативу в законодательное собрание региона о предоставлении льготникам денежной компенсации за земельный участок. Сейчас по действующему законодательству муниципалитеты обязаны выделить многодетным семьям земельный участок, обеспеченный всей необходимой инфраструктурой – дорогами, электроснабжением, водой. Но выполнить свои обязательства перед многодетными не по силам ни одному из регионов. С какими проблемами сталкиваются собственники участков и власти и как их решают? Расскажем далее. Фундамент сделали. В прошлом году первый этаж построил. У Николая Патичука шестеро детей. Десять соток земли в 256-м квартале Южного массива он получил от администрации в 2014 году. Своим участком ангарчанин доволен. Школа рядом, музыкальная школа тоже в шаговой доступности. Сложности в освоении земли были. В первую очередь отсыпать участок. За два года Патичук справился с этой проблемой и занялся строительством семейного гнездышка. Тем более, что сейчас это делать стало проще. Окружная администрация в меру своих возможностей и полномочий активно занимается обеспечением участков инженерной и транспортной инфраструктурой. Стал вопрос с дорогами. Первое собрание было. Мы пришли, нас спрашивают, что вы хотите. Мы говорим, свет, воду, дороги. Сергей Анатольевич, по-моему, говорит, дайте подумать, все будет. Мы как в сказку думаем, как так, когда оно будет. А буквально через полгода, год, когда все это смогли, все равно дороги появились, появились. Свет есть, есть. Настройки хватает. Вода есть, в общем-то. Да. Федеральная программа, по которой многодетные семьи могут бесплатно получать земельные участки для строительства жилья, существует более 10 лет. Обязанность исполнения возложена на регионы и муниципалитеты, что закреплено на областном законодательном уровне. Закон хороший, но ранее на нашей территории он откровенно буксовал. Люди годами ждали положенные по закону льготы. С 2009 по 2014 год было предоставлено всего 98 участков. Все изменилось в 2015 году, когда пять поселений были объединены в Ангарский городской округ, который возглавил Сергей Петров. Новая администрация сформировала очередь и перечень земель. И наш муниципалитет стал первым в области, кто стал проводить дни выбора земельных участков. Только в 2015 году бесплатно получили заветные сотки 259 многодетных семей. Многодетные жители округа увидели, что закон о нашей территории действительно исполняется. Пять лет назад очередь насчитывала более 700 участников. Сейчас многодетных стало в два раза больше, и более 500 из них бесплатно получили в собственную землю. Но вот занялись строительством чуть больше 50 человек. И на это есть веские основания. Закон требует, чтобы землю предоставляли с готовой инженерной инфраструктурой, возможностью подключить воду, газ, электричество с проложенными дорогами. Суммы затрат на эти работы превышают бюджет всего округа. Миллиард без малого – это только на дороге. Проект на обеспечение водой и канализации, он практически готов. Сегодня подается в экспертизы в техническую, экологическую, подтверждение сметной стоимости. Надеемся, что к концу года будут получены положительные заключения и по этим участкам проекта. Так вот, стоимость реализации водоснабжения и водоотведения вместе с технологическими присоединениями будет стоить порядка 5 миллиардов рублей. И это не считая затрат на подключение всех участков к электроснабжению. Тем не менее, за эти годы окружная администрация своими силами с помощью собственных финансов отсыпала подъездные пути к участкам, построила магистральные сети водопровода с устройством пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Появилось электроснабжение по временной схеме. Свет на этих землях есть и его хватает для строительства. Однако возникли и непредвиденные трудности. На подключение и подачу электроснабжения на эти участки достигнута очень серьезные договоренности с Иркутской энерго. Включена в большую инвестпрограмму, выполнен проект, даже закуплена часть оборудования и на первый этап реализации этого проекта. Но в процессе Иркутская энерго увидела, что в принципе динамики подключения абонентов нет. Возможно, собственники Иркутской энерго на федеральном уровне посчитали нецелесообразным тратить миллион рублей на подключение к электроснабжению 50 абонентов. А примерно такое число людей из 500 получивших участки приступили к строительству жилья. Эту проблему администрация не оставит без внимания. Как, впрочем, и другие, в частности, стихийно возникающие свалки. Например, строительный мусор. Ладно, если это остатки асфальта и старые дорожные бордюры. С помощью этих материалов жители делают отсыпку участков. Но были и другие примеры, когда администрация округа пресекла несанкционированную свалку снега большегрузами, а то и вовсе приходилось выставлять пост ГБР. У каждого из этих участков есть собственник. Он должен обеспечить свой участок, обеспечить его удовлетворительное и противопожарное состояние, и санитарно-техническое состояние. Потому что везут здесь от бытовых отходов до пищевых отходов. Но у каждого, еще повторюсь, участка есть собственник, и он должен отвечать за это. Ничего сложного нет и не такие большие затраты поставить даже деревянный, самый простой, дешевый забор из горбыля. Но мы видим, что этого не происходит. Есть еще одна проблема – дефицит свободной земли в округе. На всех ее попросту не хватит. Да и земли, обеспеченной инфраструктурой в округе, практически нет. Федеральной финансовой помощи в решении этого вопроса регионам ждать не приходится. Как показывает практика, подавляющее большинство получателей земли, вскоре размещают на сайте Авито объявления о продаже своего надела. Это говорит о том, что люди хотят монетизировать свою льготу. Я внес инициативу в Законодательное собрание Иркутской области о монетизации этой льготы, о денежной компенсации для тех, кто это желает. Не в обязательном порядке, а для тех, кто предпочитает денежную компенсацию, он по принятию областного закона будет иметь возможность ее получить. Сегодня инициатива на слушаниях в Ассоциации муниципальных образований собирают мнения мэров по этой инициативе. Первичный срез показывает, что большинство мэров одобряют такое развитие событий, поскольку с этой проблемой сталкиваются все. Некоторые регионы страны уже предоставляют многодетным семьям денежную компенсацию в размере около 250 тысяч рублей. Это хорошее подспорье к материнскому капиталу. Если в этом году депутаты Законодательного собрания одобрят инициативу Сергея Петрова, то проблема улучшения жилищных условий для льготников разрешится должным образом.